Привет, друзья! Вы на канале Каяба ТСА. Сегодня, 9 октября, мы спешим в город Киев на выставку «Оружие и безопасность-2019» для того, чтобы оценить и своими глазами увидеть новинки оружейного рынка Украины, посмотреть, какие перспективы намечаются, какие тенденции сейчас прослеживаются в оружейном рынке нашей страны, как и военного, так и гражданского. Смешно говорить, да, украинский военный рынок. Но, тем не менее, как есть. Увидимся своими глазами, постараемся вам показать все, все те новинки, которые нас заинтересуют, или все те вещи, которые вызовут у нас какое-то желание им взять в руки и повертеть. Надеюсь, что будет интересно, попытаемся передать атмосферу выставке. Уже есть какие-то отзывы по поводу этой выставки, они неоднозначны. Тем более, хочется увидеть все своими глазами. В общем, не переключайтесь, а надеюсь, будет интересно. Привет, друзья! Наконец-то мы добрались до Киева. Прорвались через толпы иностранцев, которые все хотят поглазеть на украинский оружейный рынок, на новинки оружейной промышленности Украины. Подошли мы к стенду с Брайар. Да, Наташ. С Брайар Укроп. Ну, в общем, я знаю, что у них есть интересные новинки. Пошли ловить, пошли смотреть. И первое, что нам бросается в глаза, сейчас мы подождем этого молодого человека. Здравствуйте. Ну, не будем вас опрекать, да? Я знаю, почему. Ладно, сейчас нажмем на паузу, нас уже раскусили. Мы находимся на стенде тактических систем. В основном, продукция компании Тактические системы представлена в большей степени зигзаверами. Вижу Скары. Вижу какие-то новые буллпапы в 223-м 308-м калибре. Дезерт Тактикл. А это, скорее всего, тоже Дезерт Тактикл продукция, судя по общему дизайну. Смены стволы. Сейчас, прошу прощения, мне звонят уже. Извините, прервался. Давайте сразу подойдем к стенду. Я возьму камеру, пожалуйста, свои руки. Разрешите? Так, сейчас мы посмотрим ближе эти вещи. Я смотрю, что-то похоже на USP, что-то похоже на SCAR и что-то похоже на SPR-300. Это винтовка. Сейчас я попрошу прощения. Извините, а разрешите, я больше в кадр влезу. Это в 223-м, а в 300 Whisper. В 300 Blackout. Винтовка, я смотрю, с интегрированным глушителем, изначально посылая пульки на дозвуки. Хороший такой, кстати, оружие компактной длины. А сколько здесь боевых упоров, какая затворная группа, от чего она? Я понимаю, что только выставка, не хочу ее дергать лишний раз. В ваших руках можно затвор снять? Да, пожалуйста. Дим, подержи, пожалуйста. Дим, подержи, пожалуйста. Что-то похоже на какой-то Ruger, наверное, за три боевых упора. Не готов сказать. Ты не знаешь, что это за затворная группа? Не подскажете, от чего она? Да, я в этом месте стою. Угу. Здесь есть возможность зайти на сайт. Там, в принципе, цель. Так, мы не будем напрягивать ОСМ. Интегрированный глушитель. Ствол, сколько здесь, Дима? Ну, где-то здесь заканчивается. Здесь, Дима, 14-14 по новиной, подозреваю. Ну, я не буду сейчас комментировать. Вы сами все понимаете, зачем нужен 300 блока, зачем он нужен на дозвуке и зачем он нужен в болте. Или комментировать. Для того, чтобы стрелять людей с близка, мощно, точно и тихо. Спасибо большое. А разрешите нам еще посмотреть больше? 9 на 9 раз или 9 на 21, что ли? А, кори. Да, я лучше, да. Невозможно, по-нати. Хорошо. Вон, кстати, в кадре мелькают тоже 308-е AR-10 от Зигзауэра. Кстати, выполнены по классической схеме для AR-10 с возвратно-пружженой в прикладе. Потому что у них есть модель в 323-м калибре. Поршневые, я подозреваю. В прошлом году тоже представлялись. И новый карабин 16-дюймовый Зигзауэр 3 Аптрет М400. Вот он. Сейчас мы тоже к нему доберемся. С вашего позволения нам по кругу, я буду показать попозже. Вот еще тут карабин AR-15. В 323-м. Да, да, да. Моменты. На самом деле, очень низкая цена. Я уже просто вижу, что это для Зигзауэра в целом. Органы управления продублированы с обоих сторон. Значит, нет, не с обоих. Кнопка сброса магазина. Собственно, как под левую руку, так и под правую продублирована. Двухсторонний предохранитель. Кстати, здесь уже тоже грамотно выполнено. Рычаг предохранителя укорочен. Кнопка сброса сотворной затяжки. Понятно. Ствол 16-дюймовый. Скорее всего, 16-дюймовый. С... Да, я вижу, что это нежно. Вижу, что медлает здесь, да, газовая линия. Очень интересное цевьё. Такое, ничего лишнего, ничего не уступающего. Одна сторона 28, скорее всего, стандартная резьба. Восьмой твист под тяжёлый, под лёгкую пулю. Ну, как бы такая... Если сейчас мы о фурнитуре не говорим, понятно, так макпул. Лучше козиковская, похожая на макпул. Кстати, обратите внимание, сразу на ловере есть место под QD антабку. С двух сторон. То есть, нет надобности. Вот эту гайку и менять. Триггер гард тоже уже сделан правильно. Ну, скажем так, как бы для сегмента бюджетных арок неплохая заявка на победу. Ещё и в нерже, ещё и такой короткий... Ну, спуск не успяковый обычный. Ну, это же понимаете, сюда можно всунуть что угодно. В общем, резюме. 16 дюймов, нержа, метлей. Контур ствола. Чуть-то похожий гавермент профайл, только после гасблока он немножко утончен. Я подозреваю, что здесь качественный аперловер, потому что зигзаур не может там делать некачественный аперловер. Приятная цена, хорошее цевьё. Купил, прикрутил, прикрутил оптику, снял ДТК, стреляй. Ну, спуск, конечно, даже. Спуск меняется, он недорого стоит. Спасибо большое. На самом деле, очень интересный вывес. Вот, который нужно показать. Понятная эйфория вокруг этих калибров, 9х21 и 9х19. Общая длина, вы даже будете представить, мне кажется, общая длина. Но это явно негражданские изделия, тем более 19-й калибр. Когда-то, может быть, когда в Украине 19-й калибр, 9х19 сертифицируют как гражданский патрон, возможно, мы что-то с более удлиненной версией увидим в свободной продаже. А сейчас остается только пощупать, подергнуть это изделие, уж извините. И уже, как бы, рассказать свои впечатления. Извините, прототипом для этого карабина что послуживает? USP? Потому что, похоже, ну, скажем, судя по прикладу, по шахте, по органам управления, что-то похожее. Кстати, он имеет режим full-out, я так понял, фиксированный по 3-й стороне, да? Здесь показано. Ручка взвода слева. Да-да-да, я понял, ручка взвода слева. Не хватает немножко здесь ручки вертикальной. Ну, моя ручка зрения, фонарь я перенес на правую сторону. Но это неважно. Органы управления продублированы с двух сторон. Кнопка сброса магазина, кнопка сброса затворной задержки, кнопка сброса магазина. Скорее всего, так. Это затворная задержка. Светили магазин. Да, это затворная задержка. Она тоже продублирована с двух сторон. Ручка взвода, понятное дело, что пробил правую руку Неудобно, коллиматор тоже бы перенес сюда Но уже хорошо, что уже разрешили подергать Спуск очень похож на AR-15 PILSPECT Вот прямо по ощущениям, даже спусковой крючок на его напоминает А судя по осям, у SM, скорее всего, так и есть Спасибо большое Отдельно хочу сказать, что AR-15 PILSPECT в виде монолитного куска алюминия подозревает Это не штамповка, это фрезерованный алюминий Ловер классический, пластиковый То есть такой микроскар Скорее всего, он по принципу отдачи свободного затвора работает Потому что просто общая конструкция в виде пластикового ловера и алюминиевого AR-15 PILSPECT А также, я подозреваю, здесь определенный модуль у нас есть Эти винты намекают, что ствол у нас съемный, скорее всего И, возможно, есть возможность заменить длину Ну, ствол поставить разной длины Возвратная пружина, скорее всего, также находится в этом модуле Потому что, судя по прикладу Классический пистолет-пулемет Что-то из более современного Спасибо большое Собственно, продукция Дезертэк, правильно? Погнали А уже снимай Буллпап в 308 калибре от Дезертэка Ну, я тебе говорю, хорошо Ага, она снимается в магазине Где? Где здесь кнопка сброса магазина? Вот эта кнопка сброса магазина Первое, что мы хотим проверить в Буллпапе Сейчас мы пока не говорим о двухсторонней ручке взвода Как вы успели, заметьте, да? О шахте магазина Сейчас мы к этому доберемся Давайте попробуем спуск на Буллпапе Животрепещущий вопрос После АУГа и подобных Спуск далеко не самый хуже Как для Буллпапа Даже очень такой На удивление внятный Как здесь реализован сброс гильз? Только влево-вправо как? Влево-вправо? Влево-вправо, я понял Высота линии прицелена Какая-то как у R10 R15 приблизительно Обращаю ваше внимание На ZIG-оптик Это что? 1.6, да? Это Tango или как он правильно называется? Не ошибаюсь Да, кстати, ZIG-овский тоже моноблок А какой здесь твист? Ну, чисто в отношении Вот, скажем, впечатление О карабине Сразу хочу сказать Здравствуйте Сразу хочу сказать Что, как для 308 А, вот указан Твист десятый То есть, вот здесь Проштамповка Теоретически Кажелые пули Он способен запускать Достаточно неодно Ну, баланс Баланс Как сказать о балансе? Баланс Ну, как у Буллпапа Как у Угас Конфидрированный Держек сзади Тем более Тем более Если магазин 308 Калибровый заряжен Ага, тогда я вижу Спасибо Как для Буллпапа Во-первых, плюсы Двухсторонняя ручка взвода Понятная высота линии прицеливания Нет вопросов С высотой коллиматора С высотой моноблока С дистанцией До выходного зрачка Понятный магазин Очень приятно Что они сделаны ОТР-10 Эти магазины То есть Вопрос взаимозаменяемости Это, скорее всего, Рычаг за форму задержки Вопрос взаимозаменяемости И стоит Единственный момент Который, конечно Вот Ну, не то чтобы напрягает Но, надо помнить Так как это оружие, скорее всего, военное Это сброс гильзы На одну сторону Киллтек, к примеру, уже пошел дальше А не сбрасывает гильзы Немножко по-другому В руках у меня Дезертактикл Буллпап В 10.23 Калибре Сейчас мы попробуем Теперь попробуем разобраться Да, это затворная задержка С интегрированным глушителем Да, интегрированным глушителем Скорее всего Здесь Твист 8 Подожди Я подозреваю, что Здесь тоже есть Одноделённая модуль Скорее всего Ствол съёмный И можно Использовать стволы разной длины Возможно Он даже мультикалибр Надо вот посмотреть Какая тут личина К сожалению Не видно Ага Сейчас знаю Как увидеть личину Нет, личина здесь своя Плохо видно Личина здесь своя Я вижу Три больших боевых упора То есть такой классический Армейский Не скажу классический Армейский Буллпап Но что-то близко Алюминиевый Алюминиевый Апер Модульный Скорее всего Карабин Возможность Смены длины ствола Смены ствола Пластиковый Пластиковый Ловер Рычаг Снятия затворной задержки Рычаг Кнопка сброса магазинов Предохранительный Можно коротковат И понятная Рычаг Понятная Высота линии прицеляния Вот для Буллпапа Очень приятный На самом деле С Келлтеками Сталкивались С логами Сталкивались Ну я не скажу Что новое слово Но такой Серьезный игрок На рынке С учетом его цены Новое слово Потому что Экстракция гильзы вперед А где-где-где А экстракция гильзы вперед Вот Теперь это самый Интересный момент То есть У нас нет вопросов К примеру При стрельбе С левой С правой руки Потому что У Луга Известная проблема Это гильзы в лицо Здесь экстракция гильзы вперед Это окно переставляется Без окна тоже может функционировать Но тогда будет как В Таворе Просто гильзы в лицо Ага Да Ну с Тавором его сравнивать страшно Потому что Тавор это Тавор А это действительно Оружие Спасибо большое Спасибо Причем это модульная система То есть С 308 на 223 шоссе Но и тоже меняется Только ствол А я вижу Да ребята Момент Вот этот вопрос Спасибо что подсказали Самый главный момент Смотрите Мы здесь видим Вставочку в шахту И нам спасибо большое Подсказал представитель компании О том что Система модульная Позволяет с помощью Смены заствора И смены ствола В пределах одного шоссе Иметь в 223 308 калибр Скорее всего Скорее всего Я подозреваю Что есть такие системы Под 300 Blackout Возможно Возможно под 700 39 Все что влазит в аэр-систему Все влазит сюда Скорее всего Может быть и Кридмур Сюда залезет Ну В общем да Новое слово Впечатленные Спасибо большое Спасибо Заезди писать Проходимся на стенде Компании Фларм Жилотрепещущая тема В интернете Постоянно задают вопросы Нам на канале Что мы думаем о Фларм О Фларме мы думаем Что это хороший пистолет Конечно Хороший пистолет Хорошая продукция Сейчас мы Подойдем к стенду поближе Если конечно нас Отсюда не выгонят И подергиваем Пощелкиваем Этими пистолетами Вам на камеру Пошли сюда Разрешите мы немножко Поснимаем Ребят Просто Ничего не скажем Да дело в том Что мы просто снимаем Ютуб канал На ютуб канал Нет На ютуб канал Представляем Да мы представляем Мы представляем На ютуб канал Сами себя Спонсор нашего Ютуб канала Говорится Моя зарплатная карточка Так что Ну чего Чехлый прием Я уже Буду рассказывать С определенным теплом В душе Давайте возьмем Ближе Посмотрим Куртку Давай Или просто Да Это X-Caliber Cario Optics Мы когда-то читали о нем Это спортивный пистолет Я сейчас не готов Рассказывать об особенности Конструкции этого пистолета Потому что там есть Проворачивающийся ствол Момент такой Чехлый сейчас показал Теоретически Это должно обеспечить Достаточно мягкую Мягкую отдачу Давайте попробуем его спуск Ну уж Пока не смотрят Спуск Ну не плохой спуск Самозводом конечно Он очень длинный Понятное дело Неудобный Спуск Неплохой На X-Caliber Видите более четко Это спортивная Вот В руках у меня Более интересный Модель X-Caliber Потому что Сразу обращают внимание Конюлерированный Склон На себя Что теоретически Увеличивает площадь Ухлаждения Во-первых Во-вторых Здесь цель С светособирающей нитью Ну да Я буквально недавно Выкладываю ролик Светособирающих О пистолетах О мушке И целики О мушке Которые установлены На Ford Для Trans В данном случае Даже в условиях Такого не сильного Отвещения Целик Неплохой Вкус достаточно легкий Увеличенная кнопка сброса магазина Здесь Подозреваю Что она двухсторонняя Носечки Ну не то чтобы носить Проточки В виде Сквозные На передней части Затвора Позволяет нам Со второго положения Заряжаться гораздо быстрее И Не знаю Не стреляла Будет возможность Скорее что мы его Стреляем Где-то в тени Впечатление Производит Достаточно приятный Вес у него Большой 830 грамм Впечатляет Врезюме Впечатляет Первое Проворачивающий ствол Система с проворачивающей стволом Развитые Конюлюры На стволе Собственно В базе Установлены Святособирающие Целы Хороший Очень приятный Спорт При более детальном Рассмотрении Стало понятно Почему Здесь Не посвящено Внимание Такой целику Потому что Excalibur Cario Optics Собственно Уже предназначен Для установки Коллиматора Он имеет базу На которую Можно посадить Что-то типа Зигов Или Борисов То есть Такой формат Доктор сайта И То есть Методом снятия Вот этой базы Целика И установки Коллиматора Мы переводим Пистолет В класс Production Оптики Или Можно даже В Open Классе Рискнуть И попробовать С ним Второй момент Извела Трепещущей темы Это Пистолет Калибр 9х19 Так называемый Пистолет Калибр Карбайн У нас уже Представлен Украине А 9х11 Плановится Загалим Да С Активно Используется Он в МКПС В принципе Здесь он Представлен В калибре 9х21 Это поршневой Пистолет Пулемет Выполненный Как бы сейчас Говорится В тренде Такого Общей Конструкции Алюминиевый Фрезерованный Апер Пластиковый Ловер Продублированный Кнопки сброса Магазина Предохранитель Предохранитель О прикладе Не говорим Потому что Это выставочный Образец Понятное дело Да Я понимаю Что он складывается Скорее всего Тут имеет место А все Переводит Такой Шуткомпакт Слоты Под кьюди Антапкой Ну как бы Идут вперед Все идут вперед Сейчас сложно Оценить высоту Линии прицеливания Потому что Приклад Такой Проволочный Подозреваю Что длина Ствола Тоже может быть Разная Длина целья Тоже может быть Разная Шахта Кстати Замечу Сразу уже Со скосами То есть Она с претензией На расширение Сейчас Разложим Если с ним Приноровиться То Достаточно Сейчас О прикладе Опять же Не говорим Достаточно Удобная Система Тем более Можно возводить Приклад Новинок К сожалению Прямо Вот сейчас Не доехали Некоторые Те, которые Хотели представить Здесь Но в целом Давайте пройдем Сразу К тактической Что я вам обещаю Обещаю Прямо Вот уже В скором Времени Тест Чешская брена Здравствуйте Здравствуйте Игорь Очень рад Взаимно Взаимно Давайте сделаем Видишь Что мы до этого Раньше не встречались Я вас спрошу Сергей Чему вы можете Нас порадовать Сегодня Здесь есть Прекрасный Антицикл Вот Давайте уже Поближе Монгазин Мозгер Для большой компании Это для большой компании Да Есть вариант Воззти зарядный магазин Можно Понаваливать И быстрее Перезарядить На весь табор Еще можно взять Один магазин С картильщего Другой с пулей Это Для того Чтобы было веселее На этом веселье А на самом деле Я хочу Ребят Показать эту штуку Это тот чешский бренд Который вот прямо Уже скоро Будет на обзоре Вот уже прямо Скоро И приехала к нему Шахта магазина Шахта магазина Шахта магазина Который принимает Стандартные станаки Это уже вообще Все меняет Потому что на самом деле Этот бренд Был интересен Он тоже сделал В тему Скажем В тени Скара Робинсон Армс Скажем Вот под эти вещи Газбистом АХР Это да Это короткоходный Газбистом С алюминиевым Апером Причем Скорее всего Он наверное Модульный Я подозреваю Что здесь ствол съемный Раз Во-вторых Распространенный Калибр 556 на 45 Понятно А он привязан К сожалению Да Пока сложно говорить Попадет уже на дня Буквально на тест Отстреляю Вам расскажу Ну походу Такой чешкий Четкий Скар Четкий Скар ЛМТ кстати тоже Да Это поршневая АР Сразу хочу сказать Что у нее цевьё Выполнено С апером Одной деталь Эти винты Намекают нам на то Что ствол Быстросъемный Легко заменяем Разная длина ствола Разный контур Позволяет С этого карабина Сделать Хоть пулемет Хоть нагрузку Литок Что угодно Скорее всего Она мультикалиберная Тоже Она будет участвовать В нашем большом обзоре Поршневых АР-систем Или не то что Поршневых АР-систем Поршневых Карабинов Дэниел и вещь известна Когда-то мы тоже Пообзорим Мы уже немножко сожгли Даймонд Бек Тоже понятен В общем В общем и целом Сейчас пошли дальше Посмотрим Итак, пацаны Мы сейчас включили Рубрику Дорого-богато Вот есть такая у нас Рубрика Прямо с сегодняшнего дня Мы ее начали Бенелли Рафаэлло Академия Лимитированная версия Серия В тысячу клуб Здесь представлен Номер 499 Карбоновая планка Панелевская Ну понятно Голова Голова с упором По моим упорами Что это за дерево Простите Орех Нет, какой орех Какой-то очень дорогой орех Что я бы это сам У меня предпаркованный гелик Мой вот Последний 2019 год Нам точно такой же орех На панели Вот На самом деле Очень крутое изделие Мы даже ее потестим Даже ее мы потестим Где-то в ближайшем будущем Потому что она тоже К нам попадет Слушай Сейчас мы передвинемся На стену плача На стену плача Вашего плача Не моего Потому что У меня Слава Богу Все решилось А вам остается Только вот Посмотреть Как бы Так вот Попричмокивать Губами Сказать Блин Но когда же Этот закон Уже примут Пошли Мы пошли Позанавливаем 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 Так Привет Снимаем Так Друзья Сейчас мы находимся На так называемой Стене плача Почему плача Вы понимаете Потому что Мы смотрим И плачем У вас К нему Доступа нет У меня есть Завидуйте И пошли Посмотрим Некоторые модели Поближе То что у нас Еще на тесте Не бывало Иногда Вот то что Буквально Человек смотрит В ближайшем будущем Мы выделим На тест ЧЗП-09 Вот Сейчас 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 Тимур Уберемся Подходите Ну так Давайте начнем Так С того Пока он занят ЧЗП-10 Такой прямой Конкурент Глокос С очень классным Ударно-спусковым Механизмом Я даже Вам продемонстрирую Этот УСМ Я уже с него стрелял Настрелял Как бы немало Мне очень нравятся Его короткие Ресет Вот сейчас Вот И вот Вот здесь Буквально Вот это уже Ресет То есть Ход там Миллиметров пять Буквально Что позволяет Достаточно Такие тугие Сплиты Выдавать С него В пределах 0.15 0.16 Секунды Ну П-07 Знаменитый Пистолет Это как бы Понятно Из прикольных вещей Сломали Мы уже что-то сломали 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 Не успели Чезар П-07 Под калибр 22 ЛР Отличное Тренировочное оружие В чем его прикол Понятное дело Что хватывай на спуск Мы с ним не отработаем Но есть момент По спуску И вот По обработке спуска Если мы стреляем С П-07 Просто экономить Стреляя По патронам Под Переходим Через П-09 Почему Такое внимание К нему Потому что Буквально В ближайшем Будущем Это уже будет Скажем Такой Предметом Нашего Обзора Большой Сравнительно Недорогой Пистолет Он К вам Скажем Вам попадал Возможно В руке Его более короткий Собраться В травматическом Исполнении Чезает П-07 Он же Итерекс Чем прикольный Этот пистолет Скажем Сейчас попробую Его спуск Конечно Спуск Понятный Прогнозируемый Вот Такие скосы Мне лично Немножко Не 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 Подходит Но В общем Что говорить Прицельное приспособление Имеют Люминесцентные Точки Целек Съемный Мушка Тоже Соответственно Есть возможность Заменить его Короче Надо стрелять Надо бомбить Буквально После выставки Он попадет В нашу Рубику Дорого Богато Мы вас Подразним Этим пистолетом Привет Павша Привет Ты хочешь Посмотреть на пистолет Я бы сейчас На тебя навел Пистолет Но блин Зрители не оценят Ладно Друзья Ждите Ждите его на обзоре В ближайшем будущем Пошли дальше Сейчас Три секунды Берет Берет Я вас подразумю Я стрелял С этих вещей С 45 Калибра Кстати Скажу вам Реально Бодается ниже Чем мой Блок 17 Даже неожиданно Очень классный Спуск Автоматический Предохранитель Очень классный Спуск Это был спуск Если кто не понял Я уже выстрел Соответственно Давить сплиты С этого 45 Калибра С его комфортной Отдачей Достаточно удобно Но здесь можно долго Здесь можно очень долго Снимать Очень все круто Компактные Субкомпактные Спортивные Пистолеты Дьюти Пистолеты Итальянские Вариации На тему Глокос Испиртных Пулков Кстати Как раз до более Интересные Прицельные Приспособления Жирная Точка на целике И две маленьких Точки нет То есть Ловится достаточно Легко Я бы еще Подкрасил Револьверы Ну Ругер Американ Пистол Мы с него стреляли Глок 19 Понятно Ругер Марк 4 Это что У нас СР9 Тоже Хороший Американский Недорогой Пистолет Ну ОСМ Я не знаю Что вам сказать Но как Для служебного Пистолета Неплохо Ладно Не будем Воздразнить Пошли Наверное Дальше Включим Ватерназор Вы сами делаете Эти затворы Делаем вид Подождите Я же тебе сказал Что я в Польше Е-мое Ладно Мужчины Подождите Я сделаю вид Что я вас не знаю И сниму видео Хорошо Ребята Вот сейчас скажут А вот Привет Сейчас скажут На постановках Мы сейчас встретились С представителем Компании Сафари Кстати Представители Компании Сафари Выставляют Свои Изделия У нас на стенде Потому нельзя Обойти их вниманием Мы переписывали С человеком По поводу Титанового затвора Вот он Вот этот пистолет Стоит признать Что на самом деле Вот это Вот этот пистолет Извините пожалуйста Я говорю Что возможно Критика будет И вот этот пистолет Ну это как бы Ну это разные вещи Ну вот просто Разные вещи Потому Мне вот это Уже нравится Сейчас мы Излечем магазин Поддержите просто Сразу Оцениваем Спуск Кстати Прицельные приспособления Здесь достаточно неплохие Глоковские повторены Я не фанат Глоковских Прицельных приспособлений Но Ну скажем Но Увидеть их на травмате Это уже Вот Уже неплохо Потому что Они хороши Скажем Когда мы Сплетуем Но когда Пытаемся Выстрелить Из боевого Тарелки На 30 40 50 метров Уже начинаются Проблемы Ввиду того Что Ну есть Особенности Прицеля И посадки Этой точки На сам цель Плюс-минус У вас есть Какие-то сведения По ресурсу Алюминиевая версия Которая попроще Чем-то А что стоило Больше Двух С половиной тысячи И как бы Для этих Предпосылок Извоза Работает Чем-то А это С остальным Затвором Да? Это тоже С остальным Затвором Дуже Входа Или Дима Можно Ближе Пожалуйста А это Что Это Стальная Версия Давайте Сразу Стальную Посмотрим О Сразу Чувствуется Вес Ну Мне Стальная Нравится Честно Горя Больше Всего Во всяком Случа Понятно И Бросается В глаза Другой Усилие Возвратной Пружины Ввиду Наверное Веса Затвора Это Сразу С решением Компенсация Весом Да Спуск Кстати Если Он Даже Выглядит Как-то Так Ну Простенько То На самом-то Деле Он Достаточно Сухой И Четкий Вот Он Двуступенчатый Вот Очень Легкая Ступень Если Мы так Покажем И Вот Собственно Сам Четкий Сухой Срыв Ну Неплохо Очень Даже Неплохо По спуску Скажу Что Прорадов Я Вот Этот Спуск Не Зашел Скорее Знаете Почему Потому Что Стальная Версия Тяжелее В руках И Нет Такого Паразитного Как это правильно Скажется Паразитного Движения Движения Да Ввиду Ввиду Того Что Вес Все Так И Не Дает Более Старинно Мы опять Сломали Витрину Это тоже Стальная Версия Да Насколько Я понимаю Стальная Версия С окнами Вы Наверное Все-таки Знаете Что Сделаем Мы снимем Обзор На этот Пистолет Когда Они Там Зайдут Именно Стальные Титановые Альминивые Мы Отдельно Снимем Эти Вещи Тоже Такой Классный Сухой Спуск Опять Потому Что Стальной Затвор В общем Резюме Резюме По этим Пистолетам Во-первых Я безумно Рад Опять Сломали Управлю Я безумно Рад Что у нас Есть производитель Который Делает Пистолеты Сам Даже Пусть Рамка Альминиевая Версия Вторая Генерация Альминиевая Версия Я скажу Что Вот эти Насечки Они Уже Более Понятны Да Вот Позволяет Более Быстро Зародить Более Стабильно Улучшенный Экстрактор Для модели Усиленный Дима Чтобы Было слышно В камеру Усиленный Экстрактор Еще Здесь Переработали Для больших Насечения Задняя часть Переработана Для больших Насечения Вот Площадь Увеличена Да Увеличение И на камеру Чтобы Четче Это Показать Привет Привет Здесь мы наблюдаем Более глубокую посадку гильзы И более усиленный экстрактор При различных Скажем так Использовании Некачественных патронов И так далее Более четкая экстракция происходит За счет такой конструкции Плюс на этой версии На второй генерации Алюминий Использован Не Просто Алюминий Как вот дул В первой версии Первой генерации Здесь уже Примеси Которые Продвижают Его по свойствам Титанов Типа 7075 И что-то такое Да 7075 Поэтому как бы поинтереснее Поинтереснее застала моделька Да Да Она существенно поинтереснее Хотя честно говоря Мне эта рамка нравится больше Если говорить прямо Не так насечки Насечки да Я понимаю Так что я только вынужден сказать Что прикольно Турецких пистолетов Я беру назад И я предношу извинения За такой троллинг Но извините Я не мог Обойти вниманием И что-то не сказать полкой Вашу сторону Но на самом деле Шутки шутками Я повторюсь Уже большой плюс В том что у нас есть Производитель Который делает полный цикл Пистолетов Не переделывает Что-либо А делает с нуля Сами проведены с уборы Сами проводят какие-то Испадания Настрелы Эти пистолеты Еще на таксаде Пустили Где-то Какого-то типа Околоскопа Посмотрите Как это все работает Чтобы они во всяком случае Заняли свою нишу Большое спасибо Спасибо Мы сейчас забомбали Как только у меня будет Ухлагну Я обязательно пересмотрю Все что пропустил Потому что перед уставкой Очень много Нет Если вот шутки шутками Действительно Тяжелая чугунная деталь Весом Простите Сколько 100 360 грамм Если шутки шутками Это нечто новое Для АК систем На рынке Украины Да и вообще Как бы Вот так скажем На рынке Сейчас мы подождем Пока освободится Автомат Ваш же моноблок Да Кстати тоже Ну и что что не быстро съем Потому что быстро съем Плавает на калаша Он позволяет разбирать Не снимая Не снимая Традиционно Для армейцев Мы делаем так Чтобы они меньше Крутили Меньше трогали Меньше снимали Понятно Защита от дурака Есть Она присутствует Потому что Среди армейцев По личному опыту Там много разных людей Все что можно открутить Будет и скручивать Да Да Соответственно Это естественно Продвините И этому вырежу Разрешите Я еще поставлю Можно поставить Самый Мне очень интересно Подергать Ваш приклад Пожалуйста Что там Не будем зажимать Просто высоту Линии прицеливания Посмотрим А если ОСМ какой Это стандартная Семьдесят четверка Это просто Семьдесят четверка У меня когда-то был Милканте Его застрелял Он как-то умер Очень быстро Смотрите Господа Давайте Разрешите Немножечко Я вот так Да-да-да Я попаду Не убежи Пожалуйста Смотрите Бежим Бежим Пять не злай Если хотите Чтобы я убежал Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Господа Ну на самом деле Нельзя было пропустить Пройти внимание Мимо фирмы Круг Потому что Во-первых Они делают Очень интересные цевья Что мне уже нравится Потому что цевьё Такое Во-первых Имеет М-Лок дизайн Позволяет устанавливать Понятное дело Любые аксессуары Любые рейки И любые Приспособления С М-Локом Вивер На На крышке Не на крышке Скажем так На На кладке На газовую трубку Этот момент Немножко Этот момент Обеспечен Он сказал Ну мне немножко Честно говоря Высоты щеки не хватает Потому что здесь стоит И вот так Если бы здесь стояла Импоинт Или что-то пониже Высоты бы хватало С головой А так К сожалению Можно мириться С этим Сам приклад Ну привыкнуть к этому тыльнику Сам приклад Жесткое алюминиевое шасси Регулируется Скорее всего Ага Высота Высота Пятки регулируется Тоже с помощью винтов Раз Два Регулируется по длине И также есть вот Очень приятная фича Это ЧК Который может подниматься Опускаться То есть Для того чтобы Отрегулировать высоту Линии прицеливания Из прикольных вещей Также Круковский Кронштейн Он кстати Есть уже отзывы по нему Он не плывет Что на семерка Что на 223 Что на 12 калибре В общем На сегодняшний день Наверное Самое передовое Самое передовое изделие На рынке Украины Для АК-образных Ребята делают То есть Все конкретно На армию То есть Запас прочности Запас Защита от дурака Запас Какой-то эксплуатационных Свой здесь Наверное Огромный Я так подозреваю Потому что Кстати Хочу обратить внимание На сколько Качественно Да Вот Точно Подобненные детали Сделаны Этот дизайн Показать обязательно В общем Да Приклад этот складной Это Это должное Тоже складывается Вон так Чтобы есть доступ До спускового крючка Короче Когда-то может быть Попалет нам на испытание Обязательно испытаем Можно по-другому А кто говорил Нигде Может что-то у них Еще есть Интересное Для калаша Специально обрученная Круг Есть Вижу Я хочу сразу отметить Что Вот сейчас Пожалуйста Без этих Реплик И подписи Ага Это Мосинка Да блин Это Мосинка Это Мосинка Причем Дело в том что здесь Не Мосинка Дело в том что Ребята на примере Мосинке показали свои технологии Свои возможности Что можно сделать С этого С этого С этого Я подъем С этого Адрина И в какое шасси Его можно подружить И положить Съемный магазин Отъемный магазин Понятное дело Алюминиевое М-лок Сырье Огромное М-лок Сырье Которое Позволяет Собственно Вывешивать Ствол Очень интересный Приклад На трубе АР-серии Да Или нет Ага Он АР-совместимый То есть Можно туда поставить Свой Как вы хотите Мы не навязываем Свой приклад Да Он кстати Складной Ручка Прорезинена Это она Алюминиевая Фрезерон Алюминиевая Ручка Прорезинена Это вот Конкретно Наша ручка Сделана К этой выставке Пропная серия Еще будет Такая же На АК-серию Ну собственно Это АР И снайперки Угол наклона Мне уже понравился Уже Я старался Спасибо Действительно Угол наклона Я люблю Короткие приклады С вертикальными ручками Потому что К примеру При вскидывании Они очень здорово Помогают Экономить время На отсутствие Вкладки Ненужные Какого-то Субрушения Тарабинов Сейчас Докла Его демонстрировать На этом винтовке Но В целом Зачу И конь Складничок У нас Двухсторонний То есть Не учитывая Того Что может Надо его Складывать С поднятым Затвором Ну Это особенность Самого приклада Его можно поставить Как налево Так и на правую Скуха То есть Это деталь Которая Разворачивается При необходимости На правой И на лево Он тяжело Да Так Порадовали Не на камеру Взято Ох ты Спасибо большое Спасибо большое Это как матрица Слушайте Прямо Синяя и красная Это очки Дайте Я вот так сделаю Как говорится Съел синий Синий вивер Ты молодец А Съел красный вивер Еще лучше Ты дурак Потому что мел Спасибо ребят Большое Спасибо До свидания Господа Мы честно говоря Уже какое-то время Ходим Не снимая Ничего Потому что С одной стороны На выставке Интересность Безусловно С другой стороны С другой стороны Как бы Она уже превратилась Вот в исключительно Какую-то военную выставку Потому что Очень мало Производителей оружия Очень мало Экспортеров оружия Импортеров оружия Пока так Я хочу вам представить За моей спиной Находится Вот такая штука Это травмат Отвечаю Просто домашний системограм Ну как бы Что-то такое подобное Дешево и сердито Пошли дальше Посмотрим на Атагир Мы находимся возле Остальной компании Хадос Мы уже Как это показывали В обзорах Точнее скажем Мы каждый год На выставке Каждый год Мы наблюдаем За эволюцией Ваших изделий И каждый раз Печатляемся На самом деле Потому что Ну если говорить прямо На начальном этапе Они были похожи На кустарщину Извините То сейчас В любом случае Путь надо пройти Но сейчас Это уже похоже Не то что похоже Это уже в Вердиус Я подозреваю Вы испытаны Какие-то армейские образцы Потому что Скорее всего Ну такие вещи Не могут быть Не испытаны В условиях армии И так Перед нами винтовка Я так понимаю Терякс 14.5 На 114 Вот По ней Есть определенная Краткая информация Это винтовка С ручным перезаряжением Это подозреваю У нее не магазинная Патачка Это одна зарядная Однозарядная В случае попадения Подозреваю Что этого хватит В любой Любой мишени 14.5 Миллиметров Легкобронированным Целям Это будет достаточно Потому что Скорее всего Ну раз это оружие военное И с разными типами припаса Наверное и бронебойный Бронебойный Зажигательный Да И подозреваю Что там выбор Достаточно широкий Не хочу влазить В схему Потому что Не знаю Особенности устройства Могли бы подробнее Рассказать О затворе О количестве Боевых упоров Угле поворота И так далее Угол поворота Здесь 60 градусов То есть У нас Три ряда Боевых упоров Суммарное количество Боевых упоров 13 По 5 упоров Там где нет Экстрактора И 3 боевых упора Там где экстрактора Потому что Два уже заняты Экстрактора Затвор Поршневого типа Поворотный Ручной То есть Вставляется патрон Закрывается Производится выстрел Если Выстрел Мы не хотим Произвести Мы Открываем Поворачиваем На 60 градусов Ручку затвора И Прикрасываем Патрон Я прошу прощения Разрешите я Ставлю Болван И нажму на секунду Для того чтобы Посмотреть Как Сказать Можно Министр Ряд Продюсера КПВС Часто Ребята Ребята Часто Ребята Часто Вы понимаете С учетом Веса Винтовки Я бы сказал Даже маломощной Артиллерийской Установки Да Вы сейчас Скажете Спуск длинный Да Спуск действительно Длинный Спуск короткий Я просто Привык понимать Экспортивный Спуск На Р-15 Много Стреляю Из них Да Потому Здесь Спуск Валоценный Военный Спуск Совсем Вытекающий В этом С учетом Веса Винтовки С учетом Тех Точек Опоры Которые Есть На Винтовке Плюс С учет Конечно Сам Стрелок Вот Этот Спуск Практически Ну Почти Никакой Роли Не Играет Во-первых Сам Боеприпас Ну Называем Вече Своими именами Он Не Может Считаться Полноценным Снайперским Патроном Потому Что Это Пулеметный Патрон Для Тяжелых Пулеметов Соответственно Ждать Сумма Представляете Здесь Дырка Как Полуголовых Минут Мы Сейчас Не Говорим О Кочности Виде Дырка Как Полуголовых Минут Кстати Прошу Заметить Пятикамерный Дульный Тормоз Компенсатор На Санговом Зажиме Канилюрированный Ствол Сколько Здесь Дюймов Или Сантиметров Или Метром Давайте Вам Миллиметр Скажу Машиностроение Как правило Миллиметр 1200 Миллиметр То есть Метр Двадцать Ствол Я К сожалению Не имею Возможности Нигде Протестировать Потому Что Бар С Бар Мы Бомбили С БТР Мы Бомбили С Грандометом Мы Бомбили Но Когда-то Если Я мог Поехать Не успеть Я не знаю Приятно Диму На Оборожении Пока Это Казитальная Образица Демонстрационная Моноблок Ваш Моноблок Вот Есть О Кстати Сейчас Не подойдем Прошу Заметьте Что Я сейчас Не говорю Даже о францете Ствольной коробке Как интересно Выполнен приклад Есть регулировки Лапы Высоты щеки Приклада Высоты Пятки Приклада Я Даже Димашка Не регулируется Это Амортизация Здесь Ствольная коробка Вместе со стволом Движется Относительно Типа Лафета Да Я понял Прикладного Чтобы Здесь Что-то Бухер Отдачи Да 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 Очень Такие Монументальные Сошки Ну Впечатлены Конечно В этом В этом Году А Это Тоже 14 5 Только В другом Цвете Да То есть В другом Цвете Затворное Сейчас мы говорим о том Что у нас Уже сейчас В Украине Есть оружие 14-5 Миллиметров С выбором Цвета На выбор Стрелка Спасибо Спасибо большое Спасибо Друзья У меня неспроста В руках Красный пистолет Как вы уже догадались Речь пойдет О сумках Причем К красным пистолетам С сумкам При том Что красные пистолеты У этого человека Сумки Покажите нам Молодой человек Что это такое Зачем это делается И вообще Вообще Что это за борсетка Итак Зараз на мне сумка Называется CTM Тут он отримает Перепади температуры Від мінус 30 до плюс 30 градусов Не боится прямого сонячного світла І дощого також Солонний бриз води В випадку Якщо ви мокрими, потними руками Вимазали свою сумку То можете взяти просто-напросто Звичайную гумку І мильний рощинь Це все стирати Сумка має можливість Дуже швидко Стати зброю Зброя помещається Віддельний відсек І стається При невеликому, скажем так Тренуванні Меньше, ніж за одну секунду Сумка обладнана Декількома кишенями Ця кишеня для документів Або ж для ліхтаря Тобто алгоритм Якщо ситуація Складається таким чином Що вам хочу скористатися Гарними можливостями Цієї сумки Але наводить випадково Стемнівок У вас є можливість Не дивячися Звичайся ліхтарь Підсвятити Чи випадково Чи всі лампочки Ви побили І виключити Його сховати Також Ця сумка Має можливість Працювати В транспорті Або в великому Скупченні людей Тобто в юрбі Є система Антизлому Крім власника сумки Випадково І невідчинно Сумка обладнана Органайзерами Які можуть Переставлятися З одного відсіку В інший відсік В даному моменті В органайзері Спеціальний відсік Для телефона Тобто Навіть при контакті З чимось металем Ваш телефон Не поспорождає Ззаді сумки Можем розмістити магазин Якщо є необхідність Магазин знімається Переставляється В основний Зброєвий відсік Розміщається Під пістолетом Під таким кутом Яким вам зручніше Його буде здавати Це одна з сумок Компанії Nine Tactical Наразі це Абсолютно міська сумка Про що говорять її нас Простите Гранату можна тут носити? І животріпищу Вопроси зрители Можна Але грузинський Відкрив Почистий віз'їв Дякую Реально сумка Крутоя У нас є дуже великий ассортимент Як ви можете бачити Також на нашому сайті Ви можете подавитися Всі відео інструкції До кожної сумки З рекомендацією Як краще Обладнати кожен її відсік Дякую Спасибо Молодець Нельзя пройти мимо Этого павильону Здесь представлено Большое количество Скоплений Прямо армейской техники Самое разнообразное От БМП От автомобилей Сейчас бегло пробежимся Посмотрим что то такое Потому что ну Быть на выставке Оружий безопасности И не побывать здесь Это кощунство Пошли Я хочу сказать Господа Что я хочу сказать Гелик Бронегелик Это уже пошло Это уже пошло Посмотрите Атаманов Казаков Вард Господа Смотрящие Скажем так Господа Сильный мир Будьте в тренде Будьте в тренде Современных тенденций Это только оружие Только хардкор Только бронемашины Шестого А-класса По-моему отличная машина Для киевских пробок Нет? Нет Я прошу обратить внимание Как заинтересовала эта машина У тех пенсионеров Которые находятся позади меня Все Даже эти пенсионеры Понимают что это круто Обратите внимание Здесь одни пожилые люди Умудреные опытом Я поставлю Я поставлю Я поставлю Я поставлю Изумно интересный микросхем, я смотрю, там толпа посетителей, давайте просто пройдемся хотя бы для того, чтобы эти люди подумали, что они все так херроват. Честно, я не могу на это долго смотреть. Скорее всего, для специалистов эти вещи имеют какое-то значение, наверное, очень важное, но, пацаны, мы здесь по другому поводу, а мы идем искать пулемет Петра Алексеевича. Господа, и пока нас не выгнали, не выгнали от этого стенда, мы попытаемся залезть в эту полицейскую машину, ну, я скажу вам честно, я могу залезть в любую полицейскую машину, но не факт я от нее вылезу. Давайте просто ходим поближе подойдем и посмотрим, как там все устроено. Каждый ли вы день можете залезть в полицейскую машину? Я думаю, что нет. Ты залезь вон, где собака есть. Где полицейская машина. Подожди, здесь не все так просто. Можно залезть в полицейскую машину? Конечно, можно снимать. Все, спасибо. Это средний за эти свисты там. Да, потому что мы как раз рассказываем, что не каждый день залезть, то мы залезть можем в полицейскую машину. Можно на кинологер там, где собака есть? Не, 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 спасибо, мы пока тут. Да слезь. Господа, давайте ближе. Все, пошли ближе. Все, пошли ближе. Ох ты ее, смотри, во-первых, здесь, давайте подсветим, потому что есть, наверное, секретная какая-то информация. Подсветим. Да, секретная дверь. Во-первых, здесь есть определенная, как бы, типа, оружейная пирамида. Боксы для снаряжения. Три сиденья, четыре, пять, шесть. Блять, печка, сука, вы что, с дедушкиной шестерки ее взяли, что ли? Я не понимаю, ну это, ну это что за трэш? Ну, с решетками, кстати, понятно. Очень здравое решение. Не знаю, броня ли здесь есть, нету. Ну, мужики, ну извините, ну, блять, дедушкина шестерка пострадала ради этой выставки, ладно. Согласен, пошли дальше. Сейчас модная тема на патрульных носить видеорегистратор. Вы знаете, как бы увеличение количества камер коснулось к примеру айфона. Это новшество не обошло вниманиями патрульной полиции. Пошли просто тихонечко посмотрим патрульного будущего. Я так понимаю, есть еще скрытая камера, скорее всего. В очках. Ну, пускай так. Вы знаете, чем больше, чем чем больше я здесь хожу, вот в этих рядах, тем больше мне эта выставка напоминает седьмой километр. Вот, чего-то Одесса. Пошли пройдемся, посмотрим. Ряд тканей. Нет, это стабилизированная крылья. Видели то, что я видел, да? Массажные кресла на оружейной выставке. Ну, только не говорите, что эти кресла устанавливаются вместо наводчика или командира в танк, потому что это звучит смешно. Хотя идея классная, да? Массажные кресла в танке. Господа, завод Кузни на Рыбальском. Мы просто не могли обойти внимание, потому что по целому ряду причин. Главная причина, это уже герой всех сейчас фотографий в социальных сетях, это этот пулемет. Во-первых, заранее, перейдем к нему ближе, расскажу коротко. Пулемет полностью произведен у нас в Украине этим заводом Кузни на Рыбальском. Абсолютно свое производство. Они штампуют сами ствольные коробки. Сами штампуют крышки ствольных коробок магазина. Затворы режут, фрезеруют. Все делают сами термотермические коробки. Это их единственный момент, покупной ствол. В данном случае он здесь не канибулирует, но потому что... Хотя, интересный момент, да, что... Крышко-ствольные коробки... А нельзя трогать или можно? Крышко-ствольные коробки здесь такая же, аналогичная ПК. Вот, но ствол ПКМ-овский. Маленькая зарисовка. Просто я канибулирую, да, его канибулирую. Плавикоситель соответствующий. Пластик, это чей? Ваш пластик? То есть у вас термопласт-автомат, формы, вы все это сами льете. Это обычный пластик АБС, нейлон. Ну, скорее всего, какой-то стойкий пластик, примерно. Конечно, конечно. Потому что изделие военного назначения, соответственно, да. Скорее всего, уже прошел весь цикл испытаний, да. Но я просто хочу заметить заранее, вот сейчас вот не надо этих насмешек и комментариев писать. Дело в том, что здесь не демонстрируется хромированный пулемет. Хотя я хотел бы себе такую штуку иметь. Вот честно. Здесь демонстрируется возможность из завода захромировать пулемет, да, с ихними хромовыми ваннами. Стволы покрываете хромом сами или вы тоже хромируете канал с волосами. Момент, да, хромируете канал с волосами. Отдельное внимание заслуживает магазин. Отдельное внимание. Потому что магазин сделан из кожи, из настоящей кожи. Я знаю, знаете, скажу вам, рынок вот таких изделий, он существует, наверное, в Мексике где-то. И в почете такое вот оружие. Только я вам рекомендую его позолотить. В Африке? В Африке, да, в Африке обязательно. Цыгань, цыгань, очень любят. Вы даже не представляете. Я вам там ссылку, можете ознакомиться. Пожалуйста, не уходите, одну минуту я вам сейчас покажу. Ага, хорошо. Но, господа, я вам скажу так. Для цыгань это слишком круто. А вот для хорошего такого состоявшегося барона на наркокартале как раз в самый раз, на подарок. Друзья, мы проходили мимо компании Гленейр. И нас заинтересовали очки-наушники. Но, как оказалось, здесь гораздо все серьезнее, гораздо интереснее. Я представлю сейчас вам представителя компании, который расскажет, что это такое. И почему iPhone X считается говном. Всем привет. Меня зовут Андрей, представитель компании Гленея. Наш офис находится в Германии. Мы предлагаем такие интересные системы для подразделения специального назначения. Которые предназначены для все приборы периферийные военнослужащего. Свести в одну сеть. И также для перераспределения питанием этих приборов. К этим приборам могут наноситься лазерное наведение на цель, приборы ночного видения, планшет или смартфон, переносные аккумуляторные батареи. Одна, две рации, которые предназначены для передачи данных, для закачки, скачки видео. И также, скажем так, эти приборы мы также предлагаем, кроме коммутатора, идет в комплекте весь набор разных кабельных жгутов. Которые предназначены как раз для применения для военнослужащих в разных условиях эксплуатации. Таких как жарка, если, например, будет, чтобы не было разрешений на теле. Они идут все экранированные. Вся защита по РЭП, радиоэлектронной борьбе, она полностью защищена. Они супер гибкие и очень важный элемент, что применяются электросоединители, которые подтверждены согласно стандарта НАТО. Эта серия называется Mighty Mouse. То есть при проведении совместных учений с представителями других стран европейских, а это оборудование находится уже на выражении этих стран, позволяет вам взаимозаменяемость, взаимосочленяемость со всеми приборами. Со всеми приборами и со всеми экипировочными приборами военнослужащего. Без карты генштаба здесь, в данном случае, закачаны. Да, это понимаешь, что... Ну, хочу два слова сказать. Я просто несколько лет назад случайно побывал на одних таких гражданских курсах, где эти вопросы поднимались очень плотно. И с учетом боевого опыта нашей армии и наших частей специального значения, сейчас не говорю о полицейских частях, а конкретно, например, о силах специальных операций. В структуре таких подразделений, когда важны вопросы лазерной корректировки, лазерной наведения синхронизации данных, быстро-молоненосной синхронизации данных, с другими структурами сейчас не углубляемся в эти моменты. Передачи подозреваемые, они каким-то образом могут передавать, то есть синхронизироваться с пакетной передачей данных, или просто работают в режиме использования мобильной связи или что-то еще? Это использование связи вашей радиостанции, то есть данные, которые у вас, например, сохраняются на планшете, вам будут передать определенные координаты, то есть информация через кабельную систему, через стартбэн, через сам комутатор поступает на вашу радиостанцию, вы по радиостанции отправляете ее в штаб или для принятия... То есть, к примеру, если радиостанция поддерживает пакетную передачу данных, то она точно так же уже просто все зависит от радиостанции, от мощности и, скажем, типа радиостанции. Как точно? Все отлично, я понял, спасибо вам большое. Да, это посерьезная штука. Мы просто хотим, чтобы вы это знали. Спасибо. В персональных военных огромное количество тактических фриков, просто огромное. Мы специально их не снимаем только потому, что в числе наших зрителей могут они оказаться, потому мы просто деликатно будем выключать камеру, когда они будут попадать в объектив. Господа, под конец нашего выставочного дня, под конец нашей экскурсии мы наконец-то добрались до стенды компании «Форд». Я не могу обойти внимание в «Форд». Вы понимаете, почему я не могу обойти внимание в компанию «Форд». Потому что, во-первых, мы с ними сотрудничаем раз, во-вторых, у нас всегда есть какие-то вопросы претензии, вопросы нам пожелания, и, наконец-то, мы таки сюда пришли. Короче, город Таглавру. У меня 28-й «Форд», собственно, под нашумевший калибр. Ну, как нашумевший? Знаметитый калибр 5.7 на 28. То есть, это такой, нельзя сказать, аналог 5.7, но что-то близкое. Во всяком случае, да, похожий магазин, потому что калибр диктует свою конструкцию магазина. В остальном, сейчас попробуем его спуск. Спуск, похоже, немножко мягче, чем, к примеру, на известном ЧЗП-10. Есть автоматический предохранитель. Я подозреваю, что, ну, понятно, затворно задержка. Понятно, это, я не знаю, что это за рычаг, это просто какое-то изделие. Скорее всего, затвор выполнен. Затвор у нас полимерный. Затвор у нас... Да, действительно, затвор полимерный. Подозреваю, что здесь стальная вставка в затвор. Рамка пистолета тоже полимерная. Сейчас мы отучним по поводу ресурсного потенциала этого пистолета. А стрелы, ресурс, нас вы проводили 5.7? Вот так разрывочек. Ну, я понимаю, что там какие-то тяги, там пружинки, ОСМ, а такое может ломаться. Сам имеется в виду рамка, затвор. Я смотрю, здесь сам затвор полимерный, подозреваю стальной какой-то металл, да. Просто имеется в виду, что здесь, ну, скажем, снаружи полимер, да. С одной стороны, конечно, он достаточно скользкий, с другой стороны, ну, надо привыкнуть к этому моменту. Спуск, ну, спуск хороший, кстати. И я скажу, что, честно говоря, для наших подразделений специального назначения, я знаю, что он, по-моему, в нашей Юнисском МВД-ху два, да, их передали? Билет, вы будете в нем, как это говорили? Уже никогда собирались два передать. Ну, пока в руки не дошли, они ко мне просто попались. Пацаны приблизительно, не буду застать. Это у нас новый, новый 12-й, а новые щечки, новые щечки, рукоятки, да, скорее всего, новые, ну, новые насечки на затворе. Понятно, конструкция классическая, просто попробуем, поменялось ли что-либо в спуске. Ну, чем мне нравится Форд, новые пистолеты Форд, в отличие от старых, тем, что, например, у вас более внятные спуски, более внятные, да, спуском механизмы. Многие бегают за старыми Фордами, там, которые цельно фрезерованные. Честно говоря, человек, который стреляет много, такой спуск, ну, спуски на старых Фордах, во-первых, имеет другую конструкцию пружины, на этой спружинке ТЯГ, которая ненадежная, сама по себе, она ломается там при двух с половиной тысячах выстрелов. Здесь эти вопросы устранены. Второй момент, извините, я буду говорить открыто, вы уже, наконец-то, до конца добили по-нормальному эту бимтехнологию вашу, которая позволяет уже, да, уже настрелы, она уже держит, потому что, например, это пистолеты раннего выпуска, вы знаете, они вот в районе затвора, они имели, в районе, мы уже держали, да, я подозреваю, просто сильно утолстили, да, даже видно, кстати, по весу ощущается, по весу, да. Магазин здесь, понятно, 16-зарядного нового типа. Давайте, наконец-то, перейдем к 19-му форту. 19-й форт, это, собственно, с коротким ходом стола, 19-19. Здесь, ну, пистолет достаточно известный в травматическом исполнении, потому что я его обзорил. Отличается тем, что он имеет, на самом деле, на сегодня, наверное, самый такой близкий к понятию современного пистолета и дизайн, и эргономику, и баланс. Прицельные приспособления тут, кстати, я вам скажу к слову тоже, у нас, наконец-то, начали на форт делать, ребята, кастомные запчасти, сделать, наконец-то, прицельные приспособления с третьими уменькими, с фотособирающими, увеличенные целики, то есть уже это сдвинулось с места, уже на моем 19-м, в том числе. Уже пора уже сейчас. Да, уже пора. Единственная претензия у меня, к примеру, она осталась, не то чтобы к конструкции, к форме рычага затворной задержки, ну, при каком-то уплате, пусть эти воли, при 9 до 19, в этот момент чувствуется, да, ощущается. У меня, к примеру, от блока вот здесь мозоль, видите, образовывается. И сейчас уже не стандартный спуск, у меня тут тюнинговый, это уже и мозоль на пальце после 250-300 выстрелов за тренировку. А в остальном пистолет известный, боевая пружина, сейчас, я прошу прощения, здесь очень тесно. Боевая пружина здесь, боевая пружина. Давайте еще какие-то, посмотрим вещи у вас новые. Новый 17-й, это травмат. Ага, мы его видели такой. 18-й где? 18-й. Здесь со спортивным сайликом 19-й? Да, со спортивным сайликом 14-й, да. Кстати, уже тоже обращаю внимание, что затвор здесь уже похож на затвора 19-го, только, вот, единственное, что без насечек, он тоже помимо технологии или фрезерованный? Помимо. А вращу тоже внимание на окно выброса гильзы, оно изменено по форме, и, скорее всего, по направлению вылета гильзы тоже изменено. Это разница со мной сайликом. Ну, сайлик, кстати, неплох, надо должное, что... Сайлик, мушка, прям вот, прям вот неплохие. Сейчас попробуем на камеру это показать. Сейчас еще, еще один, будь добр. А можно еще посмотреть 9 на 19? Да, спортивный. А, да. Ну, самовзводный пистолет, знаете, понятный. Либо не хватает, конечно, вот светособирающего. Пружина приятно работает у производителя. Пружина на спортивной поставить специально. Да. Я, например, сегодня подрезал. Время на переменение. Ну, во всяком случае, приятно, что уже есть такие двигатели приличные. В общем, резюме такое. Ребята двигаются вперед. Во-первых, видно по тому, что уже поменялись формы затвора, появились спортивные цели кемушки. Уже такие моменты, как там пружина предохранителя, уже учитывается, да. Во-первых, два-вторых. В-третьих, уже появилось понимание правильной работы удароспускового механизма для пистолета. Да не ждите от форта спортивного спуска. Во-первых, он здесь и не нужен. Потому что пистолет для широкого круга потребителей. И легкие скоростные спуски с маленьким ходом или коротким рессетом, они больше даже вредны для обычного потребителя, нежели полезны. Потому что большинство потребителей, которые покупают пистолет, делают три выстрела в НДКЦ, а потом через шесть лет его продают после двух продлений, не сделав ни одного выстрела, они не оценят ни пружинного СМ, ни пружинного прохранителя, ничего. Потому как бы, ну, есть как есть. Но, с другой стороны, эти моменты уже начинают учитываться. Они начинают проявляться, в том числе, на драматических пистолетах. ДНК-19, возможно, мы купим на нашу федерацию, посмотрим. Посмотрим еще, потому что у нас так в планах. Да. Поэтому этот пистолет у нас будет возможность погонять в порте и посмотреть, как он себя покажет при настреле. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Господа, я хочу сказать, что в этом году выставка, честно говоря, немножко подкачала. Потому что экспонатов много, да, производителей много, но все это плавно-плавно так дрейфует в сторону военного оснащения. Вот, к примеру, даже вот, Дима, пожалуйста, покажи. Сейчас видим себе такие вот, на заднем плане, видим обычные домашние украинские пушки, модули, которые становятся на БТР и бурне автомобили. Это все на выставке сброя Таблиспека. Я понимаю, что с такой пушкой вы чувствуете себя в безопасности, но, ребят, это уже как бы, вот, пожалуйста, тоже обычное домашнее использование. Обычная самонаводящаяся ракета. Что это такое? То есть, то есть, мы сейчас наблюдаем то, что... Ну, эти вещи понятны, эти процессы тоже понятны, почему происходит именно так, а не по-другому. Потому что военная индустрия, украинская, она уже выросла из-за них всех водопроводных труб и подобных таких самопальных изделий. Те процессы порождали определенные другие процессы, которые там порождают какие-то маленькие тюнинговые ателье, фирмы и так далее. Сейчас это все уже ушло к канула в лету, остались только монстры в виде больших предприятий, которые выполняют государственные заказы. Но, честно говоря, это ни хера не интересно обычному пользователю, такому, как я и такому, как тысячи людей, которые сюда пришли. Мы посмотрели на эти пулеметы, ну, по шарфу. Кстати, большое спасибо Ленинской кузнеце за то, что к нам хорошо отнеслись, за то, что дали возможность нам пощупать, посмотреть, подергать их непродукцию. Вообще не ожидали. Это, наверное, единственное оборонное предприятие, которое к нам отнеслось хорошо. Как это не смешно звучит, остальные мы даже показывать не хотим. Поэтому в этом году выставка, конечно, подкачала. Короче, мы едем домой с таким легким разочареванием послевкусием после выставки. Мы вам не специально не показывали бронезащиту индивидуальную, бронезащиту каких-то бронеавтомобилей. Ну, там чуть-чуть коснулись. Потому что, честно говоря, обычному стрелку, обычному гражданскому стрелку, это на самом деле отстреливаться от каких-то, нельзя говорить цыган, да? Отстреливаться от каких-то людей плохих, это, как бы, даже, наверное, и не нужно. Можно гореть ромов украинского происхождения. Ромов украинского происхождения. Это, наверное, даже и не нужно. Организаторы сброи Тороспека, пожалуйста, если вы когда-то это посмотрите, дайте какие-то улучшенные возможности для обычных маленьких производителей. И тогда я уверен, что это позитивно скажется на посещаемости этого экспоцентра. Если было интересно, ставим лайки, ставим дизлайки, комментируем, хейтим. Мне очень нравится, когда вы хейтите. Пока. Продолжение следует...